Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Жанна Фетисова. Мы только что вернулись с всей семьей с поездки в Санкт-Петербург. Привезли подарки, ну и, конечно же, я зашла в косметический магазин. В общем, много всего. Этим я и хочу с вами поделиться в сегодняшнем видео. Для наших мам мы купили вот такие вот замечательные коробочки. Это металлическая коробочка с чаем. Стоит, конечно, она довольно дорого для чая, но, тем не менее, это шкатулка, и в ней можно хранить все, что угодно. На мой взгляд, очень красивый подарок. Это ежедневники. Первый выбрала с грифонами мне моя дочка. Кстати, вот эти самые грифоны сейчас на ремонте. А второй выбрала я сама, это Исаакиевский собор. Я вообще очень люблю вот такие вот блокнотики, в которые можно записывать, в том числе применять их в качестве ежедневников. Вот такая коробочка красивая, очень с чаем поедет на Украину. К маме мужа. Очень красиво. Смотрите, причем это все металлические коробочки. Вот первая, которую я показывала, сейчас вторая. И в них потом можно хранить какие-то украшения, или письма, или косметику. Ну, в общем, кто что придумает. Уже куда-то все растащили подарки, поэтому доснимаю отдельно. Неформальный из Петербурга. Муж купил себе книжку. Ну, и тут понятно, что для детей, да, для маленьких, которые тоже есть в нашей семье. А вот такой вот спиннер. Забавный. И, конечно же, Эрмитаж произвел на нас неизгладимое впечатление, поэтому мы приобрели себе новый календарь на 2018 год с изображением картин, которые выставляются в Эрмитаже. Чудесный, очень красивый. Ну, и, естественно, с мыслью о новом ролике для вас я приобрела немного косметики в магазине Ревгож. Попила вот такой вот забавный с SPF 20 High Protection Balm. Бальзамчик вот такой. Очень интересный. Ну, запаха он не имеет, и цвета он тоже не имеет. Он защитный от солнышка. Вот так открывается, как яичко. Очень похоже. Number one. Так, еще попробовать решила от Lumine. Вот такой вот очень интересный Sustain Facial Tonic. Это успокаивающий тоник. Он тоже без аромата, что мне нравится. Ну, и, в общем, у меня довольно чувствительная кожа. Хочу попробовать. Обязательно вам потом расскажу. Решила попробовать с Гурмандист синенькую тушь. У меня есть коричневая. Нравятся кисточки. У них довольно стандартные, мягкие, не мучают глазки. Когда попадают, они мягенькие, не травмируют. Я собирала свою дорожную косметичку, делала для вас видео. И вот такая же точно тушь у меня там была коричневая. Она не облезает, не скатывается, не течет. Очень хорошая тушь. Поэтому вот я приобрела еще синенькую. Так, ну и дальше я прошлась чуть-чуть по бренду Eva. Eva Mosaic российская компания. Очень хорошая. Взяла CC Color Corrector Cream. Тональный крем для коррекции цвета кожи. SPF 15. Здесь всего лишь 20 мл. Ну, собственно, я и хотела небольшой крем для того, чтобы попробовать. Просто для того, чтобы сделать для вас ролик. Так что ждите. По Eva Mosaic будет отдельный ролик. Вот Eva Mosaic. BB Idealia маскара. То есть это тушь. Интересная очень кисточка. Фигурная какая-то. Это черная тушь. I Am Brow Stilist. Это карандаш и для глаз, и для бровей. У меня 03 номер. Это вот такой тауповый, что называется, цвет. Оливковый немножечко. Мне кажется, очень удачный и для блондинок, и для брюнеток подойдет. И для русых хороший цвет, и для глаз тоже его можно будет использовать. То, что он не рыжит. Даша, все очень хорошо закрыто. Даже слишком никак не распечатается. Следующий карандашик. Вот такой вот. Makeup Lips. Eva Mosaic. Называется нежно-розовый. Давайте все попробуем. Цвет, переходящий в такой сливовый. Очень красивый. Я люблю такие цвета. Вы видели в моих роликах, как я использую данные карандашики. Вот такие вот матового плана. Я наношу их полностью на все губы. Они увеличивают стойкость помады. Ну, а также могу просто не наносить помаду. Сверху нанести блеск для смягчения, для того, чтобы губки не сохли. И целый день практически они держатся. Очень красивый цвет. Давно такой не видела нигде. Прекрасное совершенно средство. Мне показалось, цвет просто идеальный. 16-й это румяна, компактная для лица. Ева Мозаик. Посмотрите, какой красивый универсальный цвет. Это среднее, между розовым и персиковым. Очень красивый, такой элегантный цвет. Камера немножечко не передает его. Ну, точнее, передает не так, как хотелось бы. Он немножко оранжевый какой-то у вас. Но на самом деле он прямо такой почти розовый. Очень нежный, красивый. Кисточки здесь очень хорошие. Как ни странно, очень мягкие. Ими действительно реально пользоваться. Очень удобные кисточки. Ну, и последнее мое приобретение. Там вот такой вот бальзамчик для губ. Это Ультра Шайн Ева Мозаик. Комфорт и увлажнение. Не уверена, что вы увидите это сияние. Но он дает настолько красивое сияние на губах. Я думаю, что если, в принципе, его наносить на вот такие вот средства карандашные, то очень красиво сиять начинает карандашик. Как помада. Как он мне понравился, что я приобрела, видите, даже два. И думаю, что я не пожалею. Потому что и увлажняет он тоже потрясающе. Цены, как вы понимаете, на российскую косметику совсем небольшие. Ну, что же, это были все наши подарки, которые мы сами себе сделали и для наших друзей. Ну, в общем-то, мы, конечно, не за подарками туда ездили. А просто для того, чтобы посмотреть город. Прекрасный город на Неве. Для тех, кто не видел мой влог, обязательно посмотрите. Спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам удачи. И обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Пока.